Качество ремонта труб, к примеру, было оценено в районе авиагородок. В частности, здесь монтируются так называемые предизолированные металлические трубы. Это особый тип изделий, который применяется при прокладках больших теплотрасс, а делается это для того, чтобы снизить теплопотери. Данный городок отапливается от котельной Казандык, и данная теплосеть является для этого микрорайона в магистрали. То есть, если эта теплосеть выйдет, строили, будет порыв, это станет весь данный городок. Поэтому мы сейчас обновили, работа уже заканчивается. Отопительный сезон стартует 1 октября. Сейчас в полном объеме проводится комплекс подготовительных работ, включающих в себя не только промывку и опрессовку, но и модернизацию теплосетей. В целом, в этом году в рамках инвест-программы отремонтировано 845 метров теплосетей на 330 миллионов тенге. На сегодняшний день пока нарушения не обнаружены. То есть, работа все выполняется. Данная работа выполняется с учетом тарифного дохода. Как известно, уже были утверждены тарифы на долгосрочный период, 16-20-е годы. То есть, данные средства предусмотрены, как можно сказать, за счет тарифного дохода. Также эти инвестиционные программы выполняются за счет бюджетных средств. То есть, государственный бюджет финансируется. Займные средства, международные фонды, международные финансовые организации берутся. То есть, ЕБРР, мы уже неоднократно говорили об этом. За счет программы Нурлужол, тоже займные средства. Ну и, скорее всего, повышение тарифов на комуслуги активминцам в будущем все-таки не избежать. Представители АО «Трансинерго» не стали отрицать, что повышение будет возможным только в случае роста инфляции. В свою очередь, с сентября этого года компания «ТЭЦ» уже повысила стоимость своих услуг для «Трансинерго». Это пока никак не отразилось в платежках горожан. Была утверждена тариф с 1 сентября АО «Трансинерго» ТЭЦ. В середине года уже было известно, что повысилась цена на газ, газоснабжающая организация АО «Трансгаза» АИМАК. В связи с этим повышением, согласно закону, субъект подал, значит, в качестве чрезвычайно регулирующей меры на повышение тарифа. Тариф повысился для «Трансинерго» на 0,95%, то есть незначительный рост. На данный момент «Трансинерго», сама «Трансинерго» повышение тарифа в качестве ЧРМ не подавала. Для ЗАЦА Киева Жаслан Жубаев, программа «Факт». Трансинерго» Продолжение следует...